МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей программе вы увидите... Тьма пришла из Атлантики. И накрыла Америку. Шесть миллионов человек спаслись бегством. А власти оказались бессильны перед стихией. Да спасет нас всех Бог. Кто ответит за американский Ирмагеддон? Установить достоверно прямую связь между работой Харпа и этими событиями нельзя. И за что прогневалось солнце? Солнце взбунтовалось. 6 сентября 2017 года в центре звезды на стороне, обращенной к Земле, произошла катастрофическая вспышка. Ей присвоен высший класс мощности. Х9. Последняя вспышка подобной силы фиксировалась ровно 12 лет назад. 7 сентября 2005 года. Но тогда все ограничилось единичным взрывом. А в этот раз солнце взрывалось трижды. А затем на звезде началось солнцетрясение. Несколько дней аппаратура фиксировала сейсмические волны, которые распространялись по поверхности. А в это время в сторону Земли летели миллиарды тонн плазмы. Поток наблюдали космонавты на МКС. 10 сентября, когда плазменное облако достигло Земли, им пришлось укрыться в специальных защитных отсеках. Планета погрузилась в раскаленное вещество, которое только что было атмосферой Солнца. Частицы радиоактивной плазмы вызвали полярное сияние от полюсов до экватора. На этот раз Земля выдержала. Но что будет дальше? Сентябрьские вспышки уже назвали аномальными, ведь они произошли на спаде солнечной активности. Ивона Элсфард из Великобритании считает, что внутри Солнца начались необратимые изменения, которые могут стать причиной земного апокалипсиса. О, Боже мой, смотрите! 21 августа 2017 года тень Луны накрыла Америку от западного до восточного побережья. Солнечное затмение погрузило во тьму 14 штатов США. У нас темнота среди белого дня. Хо-хо-хо-хо-хо! Так, прикольно! Люди буквально сошли с ума. Скупали специальные очки, чтобы своими глазами увидеть солнечную мистерию. Темнота! Сейчас появятся звезды! А вот я вижу звезда, вон она! Где? Это, наверное, Венера или что это? Это Венера! Звезда появилась! Ох ты, горизонт такой! Вот это да! Ой, я вижу вокруг корону! Ой, смотрите, смотрите на сон! Корона! На сайте НАСА шла прямая трансляция. А президент США Дональд Трамп наблюдал великое затмение с балкона Белого дома. Но кто бы мог подумать, что это грандиозное космическое шоу было недобрым предзнаменованием. Спустя несколько дней в Америке начался Ирмагеддон. 30 июля в Атлантике зародился ураган Ирма. За несколько дней он превратился в смертоносный вихрь. Скорость ветра достигала 295 км в час. Порывы доходили до 360. Ирма двигалась в сторону Америки, стирая с лица земли все, что встречала на своем пути. Стихия с корнем вырывала деревья и разрушала дома. Райские уголки планеты прямо на глазах превращались... ...в красивейший остров Карибского архипелага Тартолла. Это Кайри Колфилд. Он всего за пять дней до урагана Ирма купил дом своей мечты. На берегу океана, в Кей-Гарден-Бэй на Тартолле. Посмотрите, во что стихия превратила его в мечту. Власти бессильны перед стихией и уповают на Божью милость, признался в своем твиттере президент США Дональд Трамп. Ирма неумолимо приближается, да спасет нас всех Бог. Паника в Америке вошла в историю как самая массовая. 7 миллионов человек, скупая воду, бензин, продукты и медикаменты, бежали от урагана. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Урагану Ирма присвоен высший, пятый уровень опасности. Но это еще не все. Ученых пугает, что Ирма ведет себя аномально. Даже самые сильные ураганы теряют мощность в среднем за 10 дней. В начале сентября, по всем прогнозам, Ирма должна была утихнуть. Но что-то пошло не так. 5 сентября ураган снова набрал силу. А рядом с ним появились еще два смерча. Хосе и Катя. Зазвучали предположения, что это начало климатической войны. И действительно, перед зарождением урагана отмечалась интенсивная работа американской климатической установки системы ХАРП на Аляске. Но почему ураган разбушевался именно в бассейне Карибского моря, в опасной близости от территории Америки? Эксперименты по погодной войне, по климатической войне, проводились американцами уже с середины 60-х годов. И они проводились прежде всего против Кубы. Куба Фиделя Кастро, она вызывала раздражение, злобу у американцев. И они использовали климатическое оружие против нее. Однако в этот раз Кубу ураган прошел почти по касательной, задев лишь северное побережье. Основное разрушение на Карибских островах. А главный удар пришелся на Флориду. Российские военные эксперты считают, что нет никаких оснований говорить о начале климатической войны. Установить достоверно прямую связь между работой ХАРПа и этими событиями нельзя. Строго говоря, в современных условиях классифицировать то или иное тектоническое явление, является оно естественным или инициированным, невозможно. Но почему же тогда, вопреки законам физики, ураган не утихает? Ряд экспертов уверен, причину нужно искать в небе. И не где-нибудь, а на Солнце. 5 сентября 2017 года астрономы обнаружили повышенную активность светила. Два крупных солнечных пятна росли прямо на глазах. А 6 сентября произошел взрыв. В сторону Земли было выброшено рекордное количество солнечного вещества. Именно в эти дни начавший было затихать ураган Ирма и получил вторую жизнь. А рядом с ним появились два новых вихря – Хосе и Катя. 8 сентября в 2 часа ночи по московскому времени облако солнечной плазмы достигло Земли и вызвало мощную магнитную бурю. Вслед за этим на Солнце произошла новая вспышка. И очередная порция солнечной плазмы со скоростью 1300 км в секунду двинулась к нашей планете. А теперь оцените масштаб катастрофы. Справа – наша Земля. Слева – плазменное облако. Размер впечатляет. Ударная волна сотрясла Землю 10 сентября. Ученые боялись, что это вызовет перебои с электричеством и помехи связи. Страны готовились к блэкауту. Но события начали развиваться по непредсказуемому сценарию. Вот о чем говорилось в отчете Лаборатории рентгеновской астрономии Солнцефизического института Академии наук. Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Его скорость превысила ожидавшуюся в полтора раза и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось. Солнечный ветер буквально выжег магнитное поле Земли, констатировали российские ученые. И стихия вышла из-под контроля. Вы удивитесь, но история помнит похожий случай. 7 августа 1969 года пятибальный ураган Камила разрушил пол Америки. Штаты Алабама, Миссисипи, Луизиана, Теннесси и Вирджиния оказались под водой. Никаких объективных предпосылок для катастрофы не было, кроме одной. Ураган произошел через месяц после первого полета человека на Луну. Ученые выдвинули сенсационное предположение. Это возмездие разумного космоса. Для тех, кто имеет целью выжить в современном мире и не потерять здоровье, став жертвой рекламы и новых модных способов оздоровления, наша книга «Заговор фармацевтов». Написана она мной в творческом содружестве с известным врачом профессором Сергеем Бубновским, который много лет помогает людям победить различные недуги. В книге мы предприняли честную попытку отделить мифы о здоровом образе жизни от действительно важных советов. Дать ответы на самые частно встречающиеся вопросы относительно новых лекарств и методов лечения, а также объединить и систематизировать все известные истории, способы сделать свою жизнь счастливой и здоровой. Земляни Гоу Холл. Хьюстон, Хьюстон, у нас визитеры. Кто прогнал американцев с Луны? Куда сгинули документы лунной миссии? Были спрятаны и кадры некоторых секретных моментов дохождения американских астронавтов на Луне. И с кем встретились земляне на Сатурне? Если под жизнью понимать разумную жизнь на основе поля, эфира и так далее, то и на планетах гигантах это все может существовать. Земляне. Гоу Холм. Если бы инопланетяне могли говорить, они сказали бы именно так, считают исследователи. Когда американцы совершили посадку на Луне, их встретил целый эскорт инопланетных кораблей. Переговоры с Земли транслировали в прямом эфире. Их слышал весь мир. Где SIVB? SIVB находится на расстоянии около 11 тысяч километров. Астронавты запрашивали информацию о местоположении разгонной ступени, которая направляла посадочный модуль к Луне и должна была упасть на поверхность. А затем начались радиопомехи. Спустя годы Эдвин Олдрин рассказал, о чем на самом деле шел разговор. Сразу после прелунения астронавты заметили в иллюминатор большой объект кольцеобразной формы. Он совершил посадку неподалеку от лунного модуля. А когда астронавты вышли из корабля, то обнаружили на краю кратера не один, а несколько НЛО. Об этом и сообщили в Хьюстон. Хьюстон, Хьюстон, у нас визитеры. Я вам говорю, что здесь другие космические корабли, и все они выстроились по краям кратера. За первыми шагами человека на Луне наблюдали вот такие существа. И они были совсем не рады неожиданному визиту. Эта информация была настолько шокирующей, что все доказательства американским спецслужбам пришлось экстренно спрятать. По официальной легенде, все аудиофото и видеоматериалы утеряны. Были спрятаны и кадры некоторых секретных моментов дохождения американских астронавтов на Луне, а также и радиопереговоры определенного характера между Центром управления полетами в Америке и астронавтами. Американские спецслужбы не могли допустить открытого выхода этих кадров, этих переговоров в эфир. После возвращения на Землю лунной миссии Соединенные Штаты праздновали победу. Но над Америкой уже сгущались тучи. В Атлантике зарождался мощный вихрь, который двинулся в сторону США. 17 августа 1969 года ураган Камила уничтожил полстраны. И это не единственный случай. В августе 2005-го аномальный вихрь Катрина снова прошелся по территории Соединенных Штатов. Он стал самым разрушительным за всю историю и начался после посадки межпланетного зонда на спутник Сатурна-Титан. Совпадение или закономерность? Сегодня ряд серьезных ученых связывают появление катастрофических ураганов с космическими вылазками американцев. 5 февраля 1996 года. На орбите Земли экипаж космического шаттла «Колумбия» провел беспрецедентный научный эксперимент. На высоте 296 километров в ионосферу был выброшен 20-километровый трос. Он представлял собой электропровода с высокой светоотражающей способностью. Используя магнитное поле Земли, американцы пытались получить дешевую электроэнергию. Но сделать это им не дали. Вы видите, как космический челнок окружают странные светящиеся объекты. А затем трос рвется. Инцидент с тросом показал. За человеком в космосе не просто наблюдают, а следят. Спустя несколько месяцев космический телескоп «Хаббл» передал на Землю снимки Сатурна. Посмотрите. В кольцах газового гиганта отчетливо видны НЛО. 15 октября 1997 года к Сатурну срочно отправили межпланетную станцию «Кассини». Она должна была стать первым искусственным спутником Сатурна и присматривать за планетой. На борту станции находился космический зонд «Гюйгенс». На него ученые возлагали большие надежды. Семь лет понадобилось аппарату «Кассини», чтобы добраться до цели. А в это время с Сатурна приходили все новые и новые снимки НЛО. Смотрите сами. Это видео с зонда «Лунар-эксплорер». На нем отчетливо видны все те же сигарообразные НЛО. А эти кадры в разные годы делали аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2». В начале 2000-х сатурнианские НЛО добрались и до Земли. Их постоянно видели в разных штатах США. В 2004 году межпланетная станция «Кассини» достигла Сатурна и вопросов. Только прибавилось. НЛО словно специально курсировали мимо камер космического зонда. Исследователи высказали сенсационное предположение. А что, если на Сатурне существует цивилизация? А если под жизнью понимать разумную жизнь на основе поля, эфира и так далее, то и на планетах-гигантах это все может существовать. Другое дело, нам с ними контактировать практически невозможно. На этих фотографиях так называемые пропеллеры. Небольшие плотные объекты, обнаруженные зондом «Кассини» в кольцах Сатурна. Они находятся в гравитационных капсулах и надежно защищены. Пропеллеры свободно перемещаются по орбите, а иногда собираются группами в одном месте. Происхождение и природа этого явления ученым пока непонятно. Но есть версия, что со спутников Сатурна ими кто-то управляет. Спутниковая система Сатурна уникальна. Вокруг газового гиганта 62 небесных тела. Все они развернуты к Сатурну одной стороной, как Луна к Земле. Но это еще не все. Спутники Рея и Диона состоят из водяного льда. А в составе их атмосферы присутствуют кислород и углекислый газ. Самый крупный спутник Титан мог бы получить статус планеты. Ведь по размерам он сопоставим с Меркурием. Это единственный объект в Солнечной системе, о котором людям практически ничего не было известно. Титан окружен настолько плотной атмосферой, что даже в телескопы рассмотреть поверхность невозможно. И когда появились первые фотографии, вот я увидел, что эти фотографии ничем не отличаются из того, что я видел огромное количество аэрофотосъемков Чукотки, Магаданской области, когда мне приходилось работать в тех краях геологом, реки, озера, горы. Вот. И когда увидели в центре НАСА, показывали первую реакцию людей, сразу был вздох коллективный, что мир похожий на земной. На сегодняшний день Титан является единственным в Солнечной системе небесным телом, на поверхности которого текут реки, а в морях и океанах плещутся волны. В НАСА заявляют, что это не вода, а жидкие углеводороды, метан и аммиак. И добавляют, Титан — это холодная и ядовитая планета. Температура там крайне низкая и достигает минус 200 градусов по Цельсию. Российские исследователи подвергли сомнению такой вывод, и вот почему. Титан окружен плотной атмосферой, которая похожа на земную. Она на 98% состоит из азота. Оставшиеся 2% приходится на метан и водород. Как известно, метан является парниковым газом, а значит, неизбежно повышает температуру у поверхности. Я рассчитал расстояние от Земли до Солнца, расстояние от Титана до Солнца, количество метана на Земле, количество метана на Титане в атмосфере. И просто с помощью обычного калькулятора просчитал. У меня получилось, что на Титане должна быть температура выше нуля, то есть плюсовая температура. Давайте еще раз посмотрим на видеозапись, сделанную зондом Гюйгенс во время посадки. Обратите внимание, что данные о температуре не передаются. Откуда же появилась цифра минус 200 градусов? Скорее всего, с орбитального зонда Кассини, который летает вокруг Сатурна. Дело в том, что парниковый эффект основан на разнице температур. Из космоса небесное тело кажется холодным. Ведь оно почти не излучает тепло вовне. Но у поверхности, под плотной атмосферой, температура не только положительная, но и постоянная. Похоже, что и штормовые ветра на Титане, которыми пугали общественность, еще одна уловка американских астрономов. На самом деле, скорость ветра там не превышает 7 метров в секунду. Это слабый ветер. В земных условиях он лишь слегка колышет ветви деревьев. Послушайте звуки ветра, которые записали микрофоны зонда Гюйгенс. И убедитесь сами, штормом там и не пахнет. А это еще одна сенсация. Камни разбросаны около космического корабля круглые, с блестящей отполированной поверхностью. Похожи на следы водной эрозии. Как это понимать? Когда получается, что мир похожий на земной, на самом деле, это мир, который мы в фотографии увидели примерно то же самое, как на Чукотке. Обычная вода, никакой не аммиак, никакой не метан, не углеводороды там нагретые. Для тех, кого интересуют неизвестные факты истории, мы выпустили новую книгу «Последняя миссия Гитлера». В ней ведущие историки России, Германии и США отвечают на самые актуальные вопросы. Действительно ли Гитлер покончил с собой или сбежал в Аргентину? Правда ли, что автор американского автомобильного чуда Генри Форд был главным спонсором Гитлера? Почему немцы старательно каются в Холокосте, но обвиняют русских в излишней жестокости? Информацию об этой книге вы можете получить, если зайдете на сайт прокопенко.тв. Туда же можете направлять и свои предложения по новым темам для нашей программы. Солнечная система обитаема. По сути дела, это также может быть на любой планете из любых газовых гигантов. И почему инопланетяне атакуют Землю? Существует межпланетная конкуренция с участием в ней пока еще неизвестных сил, имеющих определенные возможности силового воздействия на наши технические объекты. Сегодня ряд ученых выдвигает сенсационную гипотезу. На Титане сложились условия, которые существовали на Земле 4 миллиарда лет назад. А это значит, что в данный момент там зарождается жизнь. Во время посадки зонда в атмосфере Титана были обнаружены необъяснимые аномалии. На высоте 80 километров аппарат попал в зону безмолвия. Здесь царил полный штиль. Сюда не проникали ни ветры, дующие ниже, ни турбулентные движения, наблюдаемые выше. Удалось измерить толщину аномальной оболочки – 20 километров. Такая же воздушная оболочка когда-то окружала и Землю, превращая ее в космический инкубатор, убеждены российские исследователи. Земля как бы представляла собой оранжерею. А такое возможно при наличии либо водно-паровой, либо водно-кристаллической, как считают сейчас некоторые ученые, оболочки, за счет того, что она отражала тепло, которое испускает Земли. И был прониковый некий эффект, который, в общем-то, наблюдается сейчас в небольших количествах на Земле. Та Земля в водно-паровой оболочке еще была покрыта системой колец за счет того, что там по-разному отражалось Солнце. Это всего лишь гипотеза. А что говорят ученые? Похож ли титан на древнюю Землю? И зарождается ли на нем жизнь? Ответ – да. Планетологи из Корнельского университета исследовали химический состав спутника и обнаружили синильную кислоту. Мы привыкли считать ее ядом. Однако мало кто знает, что без синильной кислоты выжить не сможет ни одно живое существо. Ее вырабатывают нейроны мозга и выделяют лейкоциты. Она уничтожает в крови вредные микроорганизмы. На Титане синильная кислота вступает в сложные химические реакции и превращается в полиэмины. Они активно поглощают солнечный свет, превращая его в энергию, которая требуется для дальнейших химических реакций. Полиэмины, по мнению ученых, и станут основой ДНК будущих живых организмов. Но если вы думаете, что биологическая жизнь может зародиться только на Титане, то ошибаетесь. За последние 10 лет в Солнечной системе астрономы нашли несколько пригодных для жизни небесных тел. Спутник Сатурна – Энцелад, спутник Юпитера – Европа, карликовые планеты Плутон, Церера, Ирида, Макемаке. И там, где созрели объективные условия для формирования определенных форм жизни, как на планете Земля, эта жизнь формируется по лекалам, по образцу, по матрице. Молекулы, атомы собираются в некоторые структуры, под чьим руководством? Вот этот вопрос остается открытым. Сегодня все больше исследователей склоняются к мысли, что этим процессом руководят внеземные цивилизации. Взгляните на фотографии, которые хранятся в архивах НАСА. Это Титан – место посадки космического зонда Гюргенс. Но если увеличить снимки, то можно рассмотреть странные объекты. Они выглядят, словно многоэтажные дома. Эти загадочные постройки обнаружил известный уфолог Скотт Оринг. Вот что он рассказал в прямом эфире. Там расположены рукотворные объекты. Кто их построил, непонятно. Но ни земля не точно. А это Плутон. Посмотрите, с него взлетают сигарообразные НЛО. Снимки передал на Землю зонд «Новые горизонты». А эта летающая тарелка найдена в одном из кратеров Церера. Пока ученые не могут понять, пытаются ли инопланетяне колонизировать пригодные для жизни планеты Солнечной системы, или они проводят научные эксперименты, создавая новые биологические виды. Однако в любом случае стоит держаться от них подальше. В космосе есть внеземные цивилизации, они есть и в ближнем к нам космосе. Существует межпланетная конкуренция с участием в ней пока еще неизвестных сил, имеющих определенные возможности силового воздействия на наши технические объекты. На этих кадрах 14 августа 2003 года. День, когда Америка погрузилась во мрак. Великий блок-аут 2003 оставил без электричества и связи 50 миллионов человек. И это было только начало. Несколько месяцев тьма шла по миру. 18 августа. Блэкаут в Грузии. 28 августа. Обесточен Лондон. Сентябрь. Италия. Октябрь. Центральная Россия. Ноябрь. Чили. Такого не было еще ни разу. Причина тотального сбоя электроснабжения на первый взгляд необъяснима. Мелкие аварии, обрывы проводов, ошибочные действия персонала. Но никому и в голову не пришло, что в эти дни Земля подверглась беспрецедентной бомбардировке солнечной плазмы. Летом 2003 года на Солнце сформировалась группа аномальных пятен. Она получила номер 486. Физики ждали от нее сюрпризов и не ошиблись. Вспышки начались в августе. А косвенная их мощность достигла максимальной. В сторону Земли летели миллиарды тонн солнечного вещества. Вы видите вспышку, которая произошла 4 ноября. Определить ее мощность так и не удалось. Приборы зашкалило. Однако Дэвид Бродрик из Австралийской национальной обсерватории утверждает, что вспышка заслуживает присвоение ей класса Х-40. Столько же энергии выделяет тысяча миллиардов тонн нефти. Человечеству еще повезло. В 2003 году взрывы происходили на самом краю солнечного диска. И поток плазмы задел Землю лишь по касательной. И все же Землю накрыли блэкауты. Отключились не только свет и связь, но и системы безопасности и навигации. Поэтому сразу после американского блэкаута группа доктора Моусу Медикпати из Национального центра атмосферных исследований США приступила к созданию компьютерной модели Солнца. С ее помощью ученые планировали предсказывать подобные катаклизмы. Солнце имеет свои ритмы, причем ритмы разного характера, которые, в принципе, можно уподобить ритмам жизни или ритмам функционирования какого-то гигантского суперорганизма, как бы биения какого-то космического сердца или волны какого-то космического разума, которые просчитываются научно. Сейчас как раз начинается очень серьезное компьютерное моделирование этих циклов, чтобы понять, что они из себя представляют. Вспышки начала 2000-х полностью соответствовали компьютерной модели. Они происходили на пике солнечной активности в середине 11-летнего солнечного цикла. Но светило дало необъяснимый сбой. 24-й солнечный цикл начался в 2008-м, достиг максимума к 2012-му, а затем вроде пошел на спад. Но в сентябре 2017-го солнце сотрясли как минимум пять вспышек максимальной силы и невероятно мощное солнцетрясение. Как такое могло произойти на спаде солнечной активности? Более того, последний, например, 24-й цикл солнечной активности является аномальным, потому что длится он уже больше, чем должен бы длиться обычный солнечный цикл. И это говорит о неких движениях даже внутри солнечного разума. Что-то происходит с Солнцем, что-то происходит с солнечно-земными связями, что нужно обязательно исследовать и анализировать. Звезда по имени Солнце находится на окраине Вселенной. Ее относят к звездам главной последовательности. И это значит, что в недрах идут термоядерные реакции. Водород превращается в гелий. Ресурс нашего светила примерно 10 миллиардов лет. Потом топливо закончится, и Солнце превратится в красного гиганта. Температура на поверхности начнет расти. Оно увеличится в размерах, и все планеты, расположенные на ближайших орбитах, неминуемо погибнут. Солнце уничтожит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. Сегодня все громче звучат апокалиптические прогнозы. Солнце умирает. Оно уже начинает поглощать все, что находится на ближних орбитах. В связи с этим вспоминают планету Вулкан. В 1859 году французский математик Корбен-Леверье обнаружил, что на движение Меркурия влияет какое-то массивное тело. Его орбита должна находиться между Солнцем и Меркурием примерно в 40 тысячах километров от Солнца. Однако увидеть новую планету не удалось даже в 21 веке. Неужели Солнце уже поглотило ее? Оснований для паники нет. Солнце слишком молодо и будет светить еще как минимум 5 миллиардов лет успокаивают астрономы. Наша звезда же тоже, она живет. Она на данный момент сейчас такая, а через миллиард лет будет другая. Через там 10 миллиардов лет она прекратит, собственно, свое существование. Все находит в космосе, как и на Земле. Все происходит в каких-то определенных цикличных последовательностях. А теперь информация для моих постоянных зрителей в Самаре. Дорогие друзья, 26 декабря в 19.00 во Дворце культуры Металург состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни. О военных тайнах и самых шокирующих гипотезах. О великих заблуждениях и фактах наших действительности, о которых я не всегда могу говорить с экрана. Покажу новые книги, отвечу на вопросы, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Билеты на сайте sam.concert.ru и в кассах дворца. Итак, 26 декабря я буду в Самаре. Встречаемся во Дворце культуры в 19.00. День, когда закончился свет и взбунтовалось солнце. Год, когда погасли звезды и Марс лишился атмосферы. Кто устраивает катастрофы в Солнечной системе? Размышления над всем, одним мы во Вселенной или нет, конечно же, не одни. И что за космический разум ненавидит землян? Но что же тогда происходит с Солнцем? В чем причина аномальной активности? В Солнечной системе совсем скоро появится новая планета, считает астроном Людмила Константиновская. Несколько лет назад она опубликовала революционную теорию эволюции Солнечной системы, в которой утверждает, что наша звезда с течением времени не уничтожает планеты, а порождает новые. Как известно, Солнечная система постоянно расширяется, то есть планеты все дальше и дальше отодвигаются от Солнца. И что я предположила, что планеты, отодвигаясь от Солнца, они не гибнут, не превращаются там в холодный какой-то сгусток и гибнут, а они наоборот, развиваясь, переходят в более сложную стадию. И в какой-то определенный момент они сбрасывают оболочку и становятся звездой. для своих спутников. Ну, например, Земля, когда уйдет на какую-то там десятую орбиту, вот, она сбросит оболочку, а ядро станет вот маленькой звездочкой. А в это время, по версии астронома, рядом с Солнцем появляются новые планеты. Так как же происходит этот процесс? Около Солнца есть пылевые облака, то есть пылевые кольца. Вот эти кольца путем сгущения, оно группируется и образуется маленький шарик. Там ученые просчитали, сколько должно быть масса, какая должна быть температура, чтобы образовался вот этот комочек. А затем Солнце притягивает к себе будущую планету. Происходит взаимодействие, во время которого Солнце накачивает энергией новое космическое тело. Если планета полностью сформировалась и получила достаточной энергии, она отделяется от Солнца и отправляется на свою орбиту. Если же нет, то она падает на Солнце. С Земли, как правило, астрономы наблюдают лишь аномальные вспышки. Новая планета, номер ноль, она пока не образовалась, но пылевые облака уже около Солнца есть. Но есть и другое мнение. Ряд ученых выдвигает смелую гипотезу. Взрывы и землетрясения устраивают на Солнце инопланетяне и доказывают эту гипотезу странные события, которые происходили во время солнечной миссии Стерео. Судите сами. 26 октября 2006 года с мыса Канаверл стартуют два космических аппарата Стерео-А и Стерео-Б. Они направляются прямо к Солнцу. Аппараты, оснащенные по последнему слову техники, передают на Землю уникальные стереоскопические снимки. Это позволяет впервые за всю историю астрономии создать трехмерную модель звезды. Но это не главное. Ученые с нетерпением ждут, когда аппараты заглянут за Солнце. В зону, которую человечество не видело никогда. Долгожданный момент наступает в октябре 2014-го. Стерео-Б перемещается за Солнце и пропадает. Ни одного сигнала, ни одного снимка. Связь полностью потеряна. 22 месяца ежедневных безуспешных попыток связаться с аппаратом Стерео-Б. И вот, наконец, 21 августа 2016-го года Центр Дальней Космической Связи НАСА уловил слабый сигнал с потерянного спутника. Сенсационная новость облетела весь научный мир. Оказалось, что все это время аппарат продолжал движение по заданной орбите и, возможно, проводил исследования. Однако, после экспресс-диагностики ее удалось сделать во время сеанса связи. Технические службы заявили, ждать научной информации от Стерео-Б бессмысленно. Почти два года аппаратура была обесточена. Не работали ни солнечные батареи, ни аккумуляторы. Когда Стерео-Б покинет слепую зону с помощью космического телескопа «Хаббл», можно будет провести диагностику и начать ремонтные работы, заявили инженеры. Почему аппарат внезапно вышел из строя? Что или кто помешало заглянуть в слепую зону Солнечной системы? Якобы от Солнца вылетали какие-то корабли. То есть, очень сознательно. То есть, понимаете, я так даже задумалась, я так как-то не думала, что на Солнце тоже может быть жизнь какая-то. Вот. А потом подумала, а почему бы нет? Если на планетах есть какая-то жизнь, ну, не знаю там, как ее назвать, то на Солнце это же тоже высшая ступень развития планет. Там тоже может быть какая-то жизнь, но она, естественно, не белковая, она даже не плазменная, я даже не знаю, какая. Неужели в Солнечной системе есть еще одна разумная цивилизация, которая мешает проводить исследования? Это смелое заявление кажется фантастикой, если бы не одно «но». В апреле 2007 года с космических зондов миссии «Стерео», которые работают на орбите Солнца, начали поступать первые снимки. На них были обнаружены странные объекты, явно искусственного происхождения. Обратите внимание на черную точку над Северным полюсом Солнца. На самом деле это объект размером с Землю и находится он в самой горячей части звезды – Солнечной короне. Но как он выдерживает температуры в 6 и более тысяч градусов? На протяжении нескольких лет наблюдений этот огнеупорный объект не меняется и никуда не перемещается. Он движется по кругу над Южным Солнечным полюсом. Кстати, именно там находится огромное солнечное пятно, над которым и раскачивается как маятник – таинственный объект. Исследователи назвали его «Маяк» и предположили, это навигационная станция для посадки на Солнце внеземных космических аппаратов. Подтверждение гипотезы астрономы увидели практически сразу. Эти НЛО окрестили солнечными зондами. А над этим видео ломают головы и астрономы, и любители сенсаций. Что это? Аномальный протуберанец, извергающий фонтаны плазмы? Или инопланетный космический корабль, который заправляется солнечной энергией? Размышления над тем, одни мы во Вселенной или нет, конечно же, не одни. Жизнь вообще, она, видимо, бесконечная, разнообразная. Мы даже представить, может быть, и не можем, как она разнообразна. И не обязательно она похожа на нас. Профессор астрономии и астрофизики из Университета Пенсильвании Джейсон Райт убежден, что в Солнечной системе помимо нас существуют разумные цивилизации. По его мнению, все планеты земной группы когда-то были обитаемы. Жизнь сохранилась лишь на Земле. Но на Луне и на Марсе остались следы прежних цивилизаций. На кадрах, которые присылают с Марса роверы Curiosity и Opportunity, можно рассмотреть много интересного. Например, окаменевшие останки гуманоида, придавленного плитой. Или остатки какого-то механизма. Руководитель научной программы марсианского зонда Мэйвин Брюс Джаковский не удивляется. Он заявил, что жизнь на Марсе была. Миллиарды лет назад Марс имел плотную атмосферу, но аномальный солнечный ветер сдул ее с планеты. Джаковский основывается на данных, которые передает зонд Мэйвин. В марте 2017 года во время очередной вспышки на Солнце в космос были выброшены гигантские пузыри плазмы. Поток достиг Марса и сдул с поверхности редкие газовые молекулы. И это не единственный случай. В древних шумерских текстах рассказывается о планете Нибиру, которая тоже лишилась атмосферы из-за солнечного ветра. Ее жители пытались восстановить воздушную оболочку. Они вынуждены были искать материалы, которые позволили бы восстановить атмосферу своей планеты. И там говорится в этих текстах, что восстановительным элементом является золото. Но золото не в том виде, в котором мы привыкли, самородное золото, а золото в каком-то специальном, специфическом, атомарном, распыленном виде над планетой. Если распылить, то она формирует атмосферу. Землю защищает от солнечного ветра сильное магнитное поле. Но риск есть. Если выброс будет аномально мощный, то Земля тоже может лишиться воздушной оболочки. Вспышки 2017 года доказали это. Но кого винить в солнечном апокалипсисе? Российские ученые уверены, что виноваты в этом обитатели газовых гигантов. Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана. Эти планеты сегодня называют новым поясом жизни. В центре Урана есть твердое железокаменное ядро, которое имеет размер от одной Земли до полутора Земли. Верхняя часть Урана это из целого ряда газов оболочка, там и метан, и аммиак, а в нижней части очень большой процент водяного пара. Более того, что нижняя часть вот этой оболочки, температура ее измерена примерно плюс 20 градусов. И поэтому возможно там действительно такая же оранжерея, возможно вот где может находиться жизнь на высоком уровне развития. По сути дела это также может быть на любой планете из любых газовых гигантов. Для развития жизни нужна энергия и тепло. Земля и Марс находятся в идеальных условиях, чего не скажешь о планетах нового пояса жизни. Не исключено, что солнечную энергию жителям планет-гигантов приходится добывать искусственно. Например, устраивая взрывы на Солнце. Концентрированные потоки коронарной плазмы, разгоняясь до полутора миллионов километров в час, достигают дальних зон Солнечной системы быстро и практически без потерь. Правда, по пути они могут сжечь ближние планеты. Взрывы на Солнце представляют угрозу лишь для Земли. Остальные планеты земной группы и так давно уже мертвы и безлюдны. Поэтому НЛО пристально наблюдает за ними и не дает сделать в космосе лишнего шага. К такому выводу пришел конспиролог Тайлер Глокнер. Он рассмотрел на снимках урагана Харви неопознанный летающий объект. Харви бушевал в Техасе в конце августа 2017 года и фактически расправился с Хьюстоном. Напомним, что в этом городе находится сердце американской космонавтики, центр управления космическими полетами. А в первых числах сентября дело завершил аномальный ураган Ирма. Он разрушил и затопил Флориду. О судьбе космодрома на мысе Канаверал не сообщают даже в новостях. Похоже, в ближайшее время Америке будет не до полета. Так что защищать Солнце и Землю придется, как всегда, российским ученым и космонавтам. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются неизбежными.